всем здравия дорогие я бы хотел обозначить это видео как продолжение темы про йод но это было бы не совсем точным определением поскольку комплексный подход к оздоровлению обновлению и омоложению организма происходит зачастую не всегда в нужном правильном порядке и именно в этом ролике хотелось бы сделать акцент как раз таки на последовательности в действиях относительно этого процесса возможно это будет насыщенное видео что касается рекомендаций и я прошу сразу не брать все на карандаш а услышать то что именно на данном этапе именно вам будет сейчас нужно и необходимо так уж вышло что все это связано вместе все в комплексе и поэтому не хотелось бы ничего упустить но как и всегда конечно же будет но и различные отступления поскольку все мы разные и на всех абсолютно нет той самой единой таблетки счастья которая которая всех бы исцелила сразу скажу что в этом фильме будет рекламу но реклама не жвачек чипсов курева бухла или ресурса викиум викиум тренажер для мозга а как я считаю достойная реклама реклама которая как я убежден должна доноситься с каждого телеканала зомбоящика но но это так по-хорошему но поскольку этого никогда не случится потому как на то он и зомбоящик это буду делать я и за эту рекламу мне не будет стыдно уж поверьте но обо всем по порядку начнем с комментариев под видео о синем йоде каждый третий пытается докричать до меня что мол как же так тайлер видео о посленовых ты говоришь о вреде картофеля и крахмала а тут вдруг его нужно аж столовую ложку разбавлять в литре кипяченой воды и делать кисель объяснить но во первых это тот случай когда нужно выбирать меньше изол ты можешь не принимать ее если ты панически боишься крахмала а можно пройти курс синего йода и уже после почувствов облегчение проделать чистку жкт кастарка если уж так прям переживаешь да именно кастарки который выжмет всю ту незначительную крахмалистую накипь с патогенкой и выведет естественным путем как правило достаточно одной процедуры 10 миллилитров на 10 килограмм веса то есть если ты весишь 70 то 70 грамм кастарки принимаешь на ночь запиваешь чтобы не было тошнотворного эффекта грейпфрутовым или апельсиновым соком и все и ложишься байки на утро и желательно всю первую половину дня нужно чтобы туалет был в зоне видимости и конечно лучше бы чтобы это было выходной иначе придется предстать предколлегами в не очень профессиональном виде кастарку лучше приобретать в магазинах здорового питания или заказывать на веганских сыроедческих сайтах но только не в аптеках я сравнивал в аптеках явно там что-то то ли подмешивать то ли что не знаю как мне показалось так что не советую вообще такое простое средство очищения как кастарка сейчас напрочь игнорируется и все чаще забывается и очень напрасно недаром в нашем действии я имею ввиду поколение ссср детям детских садах для профилактики давали по десертные ложки кастарки даже в сказке про айболита об этом упомянули если кто помнит помнится я в одном видео упоминал про продукцию аргон так вот там если не корицы не на основу которой как раз таки касторка касторовое масло но она чисто косметическое когда при чистке у меня выходила гадость то часть пошла на глаз и вылезла в виде халязиона а эту дрянь обычно только иссякают хирургическим путем так как она не находит выход стержня в отличие от ячменя или ячменя не важно тогда я капал рецинеол базовый в глаз и на третий день халязи он начал рассасываться касторка действует вообще уникально при нанесении на проблемный участок она притягивает кровь в самые мелкие капилляры в эти капилляры обычно наша часто загустевшие от неправильного питания крови даже не добирается от чего возникают проблемы с кожей так вот этот участок начинает на первый взгляд и ощущение как бы воспаляться зудить краснеет и кажется что все стал только хуже но это только кажется на самом деле активированная в капиллярах очищенная касторкой кровь просто сама рассасывает проблемное место просто разгоняет патогенную флору то же самое было и с моим глазом он распалился так что я думал все пора бежать хирургу но потом проявив как-то терпение понял что игра стоила свеч а теперь представьте какой марафет это чудо наводит в кишечнике даже не сомневайтесь результат не заставить себя ждать хотя есть одно примечание если вы все ед или в большей степени налегайте на варенку на утро может не быть молниеносного эффекта в туалете в этом случае он может догнать вас к вечеру просто касторка протолкнет твердой массы и может застать врасплох так что не знаю ответил я на вопрос по поводу крахмала в йоде мне кажется в сравнении с тем эффектом который дает синий йод на организм вред той небольшой надо сказать дозы крахмала просто ничтожен вывести это проще простого ну решать каждому из вас лично меня это никак не смущает хотя вот совсем недавно человек под видео оставил отзыв что якобы он проэкспериментировал проделать это с кукурузным крахмалом и его результат более чем порадовал но когда я снова зашел чтобы за скриншотить его отзыв показать вам то его уже не оказалось я не знаю видимо автор посчитал нужным его удалить все-таки наверное к сожалению кукурузный крахмал в такую реакцию не вступает иначе быть давно их поставили как-то в один ряд еще раз повторюсь это все чисто мои наблюдения и опыт я делюсь я не навязываю и не нужно в гневных комментариях писать что-то типа ты готов взять на себя ответственность нет я не готов я не собираюсь брать на себя ответственность за кого-то здесь собрались думающие взрослые представители человечества которые в состоянии отвечать за себя за свои поступки за свои опыты так далее если я ошибаюсь в своей аудитории поправьте меня пожалуйста и лучше тогда не слушайте потому что мне важно что вы сами принимали решение я могу только поделиться опытом не хочу вначале перед каждым видео клепать дисклеймер про то что видео предназначено для ознакомления не несет практический характер у нас есть право свободы выбора в конце концов ознакомливаться или практиковать ладно пусть это будет лирическим отступлением и мы продолжим поговорим о таком немаловажном органе как печень если не одним из самых важных да скорее так именно поддержание этого органа в чистоте это уже залог крепкого здоровья если в печени мусорка да хоть ты упейся этим йодом щитовидка не очистить токсины которые скопились в этом фильтре поэтому многие после приема синего йода могут совершенно не почувствовать никаких изменений это нужно чистить печень из всех способов очистки печени я пока хотел бы ознакомить вас с одним достаточно известным который сейчас опишет мой брат ну я зачитаю от него здравия всем меня зовут сергей мой путь в очистение организма начался с вегетарианство и постов 4 поста на воде 2 сухих поста месяц и буквально через полгода я перешел на сыроедение 4 месяца я готовился к своей дню завтрак и ужин с ироедческий обед вареная пища после шести вечера я не ел еще через полгода впервые применил метод условного голодания по морве огонян я выбрал самое длительное по времени очищение 42 дня голодания 42 дня выхода из него несмотря на то что я видел уже отличные результаты начав сыроедить хотелось очистить свой организм более глубоко морально и физически был полностью готов печень является главным фильтром нашего организма поэтому очень важно уделите время именно она обеспечивает нормальное пищеварение выводит избыток гормонов и витаминов а также вредные соединения благодаря прочистке печени полностью уходит сонливость плохое самочувствие хроническая усталость нарушение стула тупая боль в правом боку экземы сухость кожных покровов сам метод условного голодания начинается с подготовки именно печени при помощи сульфата магния отваров трав и грелки в основе лечебного голодания лежит полное очищение организма от грязи солей слизи и вредных веществ которые являются главными причинами заболевания на физическом уровне помимо отказа от еды сюда входят очистительные клизмы и специальный травяной сбор из 23 трав отказ от еды подразумевает отсутствие процесса пищеварения благодаря которому разгружаются органы что дает организму дополнительную энергию для чистки прием трав помогает в очищении и питает клетки напиток сразу впитывается желудком не запуская пищеварение благодаря отварам активируются тканевые ферменты которые выводят токсины в лимфатическую систему из которой они попадают в толстый кишечник а каждодневное очищение кишечника не дает получить интоксикацию организма и помогает вывести все ненужное включая твердые каловые массы которые не могут выйти естественным путем во время чистки я продолжал соблюдать свои посты и как ни странно сухие посты проходили намного проще чем на воде поэтому отвар из трав очень упрощает чистку на самом деле не обязательно проводить столь длительное голодание хоть одно и условное на начальном этапе достаточно 7 14 дней где на третий день уже можно начинать пить соки не стоит экспериментировать это не диета для похудения который можно в любой момент прервать поэтому дабы не навредить себе нужно быть психологически готовым и изучать информацию на данный момент чистка стала частью моей жизни и в ближайшее время планирую повторить эту чистку но уже на воде сергей вскоре запустит свой канал который будет посвящен как раз таким темам и если кому интересны подробности в начинаниях он с охотой готов поделиться помочь и любезно предоставил свои контакты которые будут в описании не хватайте сразу за голову это никакая не реклама сергей начинающий блогера активист здорового образа жизни и это его первый опыт и практика общение в этой отрасли просто необходимо для уверенного старта нужно общение понимание как вести диалог и так далее так что ну вы понимаете и так с печенью мы разобрались ну теоретически разумеется безусловно есть другие методы чистки и многие кто смотрит это видео готовы поделиться и своим опытом и это тоже будет в копилку я не утверждаю что это единственное это это просто один из в ближайших видео я планирую ознакомить вас с прибором цепер который я приобрел и который делает это все путем частотного воздействия на патогенку это чудо тоже широкого спектра действия если кто читал книгу хильды кларк неизлечимых болезней нет тот знает о чем я говорю но это опять же отступление многие потом скажут ну и смотри то ли я очистил печень я поголодал я восстановил щитовидку йодом запустил процесс восстановления клеток я здоров и вообще голод лечит все сыроедение это сила и я молод и здоров и так далее да все это верно и скорее всего так оно и будет если не брать во внимание один фактор клетка не будет делиться очищаться и регенерироваться если она не будет обеспечена достойной внешней средой если ты окружен природы это одно ты живешь на юге у тебя под боком море много солнечной энергии хлорофиллы в атмосфере если это частный сектор с минимумом движухи вообще отлично но если ты все свое время проводишь в каменных джунглях где по периметру рассадник телекоммуникационных выше и стоит смог испарение от асфальта или как в питере например люди порой месяцами не видит солнечного света откуда организму брать энергию топлива для отделения клеток не так давно ребята из рой клуба познакомили меня с продукцией компании тайга 8 который на данный момент ведется сотрудничество просто говорю обратите внимание я зашел на сайт посмотрел да все очень стильно и партнерские предложения бизнес-программы но меня заинтересовал конкретно продукт а именно составляющая этого продукта и ее воздействие на организм человека в основе продуктов тайга 8 лежит инновационный комплекс усиливающий выработку и накопление энергии в организме формула комплекса это сочетание трех ингредиентов полученных из живой хвои первое полипринолы это молекула входящая в состав мембраны клетки растения и отвечающая за ее целостность эластичность проницаемость для полезных веществ при попадании в организм человека полипринолы метаболизируются в печени в долихолы аналогичные по функции молекулы клеток животных и человека с возрастом в нашем организме снижается количество долихолов этот процесс является составным элементом старения организма менее эластичными тонкими и впоследствии и вовсе исчезают приводя к гибели клетки полипринолы замедляют этот процесс возвращая мембране все необходимые свойства благодаря увеличению проницаемости улучшается процесс транспортировки полезных веществ в клетку второе клеточный сок пихты включает в свой состав мальтол мощнейший природный консервант благодаря ему хвоя живет 10 лет и и после опадания высыхает но не гниет и антиоксидант связывает свободные радикалы кислорода снижая их разрушительный эффект на организм мальтол также связывает токсины препятствуя отравлению организма продуктами распада алкоголя и других ядов также мальтол эффективно связывает и выводит из организма ионы алюминия которые при попадании из загрязненных воздуха воды продуктов питания отсеивают оседают в ткатях головного мозга и впоследствии ведут к нарушениям его функции биодоступное железо важнейший микроэлемент необходимый для ускорения транспортировки кислорода с кровью ко всем органам магний элемент задействованный во всех этапах синтеза энергии и белка в организме он отвечает за поддержание нормальной функции нервной системы мышцы сердца способствуют выводу холестерина из организма фенольные кислоты улучшают качество крови препятствуют склеиванию тромбов антиоксиданта флавоноиды являются незаменимым компонентом питания человека улучшают обмен веществ и третья составляющая хвойный комплекс cgnc обладает свойством мощнейшего антиоксиданта и устраняет свободные радикалы также нормализует обмен веществ что за счет этого происходит оздоровление и омоложение организма нормализация обмена веществ повышение иммунитета укрепление нервной системы защита от стресса в результате вы получаете энергия вы устойчивы к нагрузкам меньше утомляетесь и быстрее восстанавливайтесь антистресс вы оптимистичны бодры легко переносите любые психо эмоциональные нагрузки у вас всегда есть отличное настроение мозг улучшается работа мозга ускоряется реакция становится крепче память вы защищены от возрастных изменений интеллекта и от болезни альцгеймера сосуды уровень холестерина снижается а стенки сосудов становится крепче и эластичнее уменьшается риск развития атеросклероза и инсульта сердце сердечная мышца становится крепче эластичный нормализуется ритм сердечных сокращений улучшается коронарный кровоток печень клетки печени регенерируют ее функции восстанавливается усиливая защиту организма от токсинов и вредных веществ иммунитет усиливается выработка естественного интерферона вы защищены от сезонных простуд и самых распространенных инфекций ну это я вкратце пробежался по основным характеристикам вкратце на самом сайте есть куча информации о воздействии на различные заболевания вплоть до онкологии надо сказать что продукция не относится к бадам это на это указывает сертификация это полноценный продукт в концентрированном виде я заказал себе для теста так сказать и уже через десять дней посылка пришла я начал сразу с комплекса stone extra blend и splash чтобы сразу как говорится все ощутить ну кому интересно потом разберетесь принимаю уже шестой день пока полет нормальный уже на вторые сутки заметил что стал быстро восстанавливаться за ночь достаточно пяти часов сна значит регенерация клеток все-таки работает но полный отзыв все-таки будет позже хотя бы хотя бы через месяц многие скажут а я как это все дорого такой маленький флакончик но тут опять же это вопрос выбора я буквально пару дней назад стоял в очереди передо мной стояла женщина с бледно-розовым таким даже серым оттенком кожи и покупала мясо такого же цвета видимо не первая свежесть она затаривалась наверное на неделю потому что ценник был в полторы тысячи и на весах лежало приличное количество плоти но может это был шашлычок празднику неважно после того как она расплатилась я обратил внимание что она направилась к аптечному прилавку напротив где затарилась фармы наверное на такую же сумму и очень грустно ушла домой а ведь по сути то вместо этой недели или трех дней поедания и отравления своего организма мёртвой плотью она могла 25 дней питать свои клетки соком пихты из этого маленького флакончика концентратом просто добавляя по два грамма в сутки водичку но это выбор еще раз повторюсь телеграме есть группа чисто по отзывам о тайге я читал впечатляет проплачены они или нет я не знаю решать вам но вот то что мне в ближайшем времени предстоит пообщаться с человеком который чудесным образом при помощи этой продукции восстановил себе часть мозга и я надеюсь это будет со всеми снимками заключениями до и после вот это действительно будет интересно это надо сказать будет первое мое интервью для канала новый формат так сказать так что посмотрим ну я надеюсь я не сильно грузанул вас объемом информации сегодня я предупредил будет много и всякой разной это не значит что нужно сразу приступать к реализации всего хотя я думаю найдутся экстремалы и перевернуть свою жизнь за каких-нибудь пять месяцев и это вполне реально а да кстати продукцию тайги можно приобрести за призм кому так удобнее обращайтесь ко мне в личку в телеграм сделаем все контакты о тайге я также оставлю в описании но у меня на сегодня все всем вам быть во здравии любви счастья с вами был тайлер всех обнял до встречи